Всем привет! Это пустые баночки с сайта iHerb. В этом видео расскажу вам о лучшей сыворотке, о худшей сыворотке, о неожиданных открытиях, о классном креме и также поделюсь с вами рецептом маски для лица. Но для начала я хочу вам напомнить, что по моему коду вы можете получить скидку 10% на всю корзину. Эта скидка суммируется со всеми акциями до 1 декабря до часу дня по московскому времени. Удачных вам покупок! Умывалка для лица, для жирной комбинированной кожи. Я ее очень любила, пользовалась ей часто, но сейчас планирую поменять. Почему? Потому что она просто мне надоела. Могу сразу сказать, что комбинированную кожу она может чуть-чуть подсушить, поэтому я пользовалась ей только в периоды, когда кожа требовала такого баланса, чтобы не так активно выделялось кожное сало. В принципе умывалочка неплохая, состав натуральный и классная фирма, но я пока не знаю точно буду ли я брать ее еще, но могу сказать, что я пользовалась ей года два непрерывно. Вот это моя любовь. Я очень полюбила этот лосьон. Он с кератином и с органовым маслом. Очень классно увлажняет кожу. Мне его надолго хватило. Если наносить на влажную кожу, то он очень экономно расходуется. Я его непременно буду брать еще, как и шампунь из этой серии. Про шампунь я вам уже рассказывала, что он мне помог восстановить волосы и делает волосы ультра гладкими. Кератиновая серия от Джованни моя любимая для волос. Думаю, вы уже знаете об этом. Лосьон классно увлажняет, я повторюсь, и делает кожу буквально шелковой. Зубная паста, которую я обычно беру по акции. Ну вот ничего особенного не могу сказать. Они неплохо зубки очищают. Она с натуральным составом, она не пенится, она не тестировалась на животных, как и все продукты, которые я покупаю. Я хочу обратить ваше внимание, что не все товары с iHerb этичные по тестам на животных, и они не все веганские. Поэтому нужно обязательно смотреть на значки и на информацию даже о составе. Потому что некоторые фирмы выпускают и веганские, и вегетарианские, и абсолютно неэтичные продукты. Поэтому кому это важно, обращайте внимание. Вот эта малютка меня очень удивила. Я ее брала как просто пробник, и мне нужно было добить посылку. Но она меня спасла в поездках. То есть я ее брала как крен для лица в путешествии. Она маленькая, занимает место. Немножко ее можно ломаться на шею, на зону декольте, на ручки и даже на лицо. Она жирноватая, но если тоненьким слоем нанести на лицо, она классно восстанавливает кожу. Просто любовь какая-то. Буквально она стоит даже меньше двух долларов. Я вам рекомендую попробовать этот лосьон. Я на него никаких надежд не возлагала, но он оказался классным. Тоже брала как пробник, и он мне очень понравился. И в основном пользовался этим пробником мой сын, потому что у него натуральный состав гомеопатический. И я предпочла все-таки отдать это для сына. И когда вот он где-то стукался, у него были какие-то ушибы, я мазала, и они проходили быстрее. Если, конечно, это была какая-то сильная боль, то этот гель не помогал. Но на легкие ушибы и ссадины он абсолютно классно нам помогал убрать боль. И, кстати говоря, он снимает еще и синячки. Это сыворотка от Акюр. Я ее брала на самом деле с сайта Вайта Кост. На Акюрбе ее пока нет, но если появится, я вам ее не рекомендую брать. Поначалу она мне нравилась, но вот где-то тут чуть меньше половины я ее не могу добить. Она без масла. Поначалу она так хорошо шла на лицо, увлажняла, но потом она стала забивать поры. В общем, мне не подошла она совсем, хотя состав у нее был классный, и она мне поначалу так и нравилась. В общем, я ее выкидываю, но если будет что-то подобное на сайте, то не берите. Туш от Физишн Формула. У меня было три таких штуки, но я ее больше брать не буду. Последняя очень быстро засохла, и она просто красит ресницы, она их не удлиняет. У меня на нее реакции не было никакой, но я знаю, что девочка многим не подошла. Есть туш от Физишн Формула получше, поэтому, возможно, вам рекомендую приглядеться к другим. Это не самое удачное, хотя и неплохое. Тоник с водой гомомелеса. Я его использую не как тоник, а как водную основу для глиняных масок. У меня вот здесь как раз чуть-чуть осталось, и я сделаю сейчас масочку и покажу, какую маску я предпочитаю делать. Вот я сделала основу для маски, и буду использовать ее в течение недели на лицо и на зону декольте. Почему она хранится неделю? Хранится она неделю в холодильнике, во-первых. Во-вторых, в самом лосьоне есть консерванты натуральные. Это экстракт грейпфрутовых косточек и лимонная кислота. Они являются консервантами, поэтому ваша маска быстро не испортится. В течение недели вы ее используете. Что я делаю? Я откладываю себе маленькую порцию и добавляю эфирные масла, которые мне нужны. Если у меня высыпание, я добавила эфирное масло чайного дерева. Если у меня кожа жирнится, я добавляю эфирное масло пальма розы. Если мне хочется сделать масочку более увлажняющую, я добавлю туда несколько капель жирного базового масла. А если мне нужно экстра увлажнение и регенерация, я еще добавлю туда сок алоэ веры. Вот таким образом я заготавливаю себе маску на лицо и зону декольте. Мой мастхэв это масло чайного дерева, которое я покупаю постоянно. Оно есть у меня всегда дома. У этой фирмы я беру практически всегда. Для меня важно, чтобы масло было австралийского производства, потому что в основном они главный поставщик эфирных масел. чайного дерева. У них самые лучшие. Я взяла как раз недавно себе на замену. Пользуюсь точно на прыщи. Добавляю в глиняные маски, если нужно кожу регенерировать. Очень мне нравится эта фирма. Есть немножечко подороже на сайте, есть подешевле. Это такая золотая середина. Если вы ищете масло чайного дерева, могу порекомендовать вам именно эту марку. Ну и закончилась сыворотка моя самая любимая. Здесь буквально на одно-два применения. На донышке я потом буду выкидывать бутылечек. Конечно, у меня уже в запас заказана еще одна. Скажу буквально несколько слов по поводу этой сыворотки. Эта сыворотка не на каждый день. У нее очень сильный концентрированный состав. Она, ну в кавычках скажем, лечебная, потому что настоящие лечебные сыворотки, они профессиональные, стоят они дороже и не продаются в открытом доступе, так скажем. Но эта сыворотка способна регенерировать вашу кожу за считанные какие-то минуты. Она ее натягивает. Она ее не сушит, но натягивает. После нее, скорее всего, вы захотите нанести сверху крем. Если у вас есть какие-то воспаления и высыпания, они к вечеру, например, проходят. Если у вас какое-то событие, вот эта сыворотка меня не раз спасала. Когда моя кожа с утра была не первой свежести, так скажем. Я была очень усталая. Вот эта сыворотка убирает все признаки усталости. Но опять-таки повторюсь, что она не на каждый день. Я пользуюсь ей либо раз в неделю, либо в той ситуации, когда нужно срочно что-то сделать со своей кожей. После какой-то масочки я ее наношу. И сверху наношу легкий крем. Он идеально работает. Я чаще всего не наношу макияж. И если мне нужно куда-то пойти, я не хочу наносить, закрывать свое лицо тонной мейкапа, то эта сыворотка легкий крем. И ваша кожа выглядит идеально. Вот такая вот она жиденькая. Она очень хорошо разносится по лицу. И натягивает кожу. Господи, Аня, куда ты капаешь? Ну все. В общем, выглядит она как-то так. Очень легенькая она. И классно разносится по лицу. Эту сыворотку я рекомендовала бы вам приобрести, если вам больше 25 лет. И вам иногда требуется экстренная помощь. Люблю ее просто. Гиалуроновая кислота подтягивает кожу. Фируловая разглаживает. Масло облепихи заживляет кожу. Стволовые клетки растений. Сок алоэ и, конечно, витамин молодости, витамин С. Очень рекомендую, очень хвалю. И, как вы видите, покупаю я ее не первый раз. На этом все. Я надеюсь, что видео было вам чем-то полезно. Если да, то не забудьте мне, пожалуйста, об этом сообщить. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok